Поскольку все разъемы старые были не герметичные, мы переделали все следующим образом. Вот этот провод идет на зарядку от батареи. Термоусадка, внутри термоклей. Это провод силовой, термоклеем залит. Хоть какую-то герметичность он обеспечивает. Хотя вода, конечно, через эти щели попадет, но, по крайней мере, под дождем он выдержит. Дальше сам контроллер. Верхняя крышка, проварена штиксваркой, нарезаны дырки. Такие вот выходы. И вместо того огромного пучка проводов, который был, сделали вот так красиво. Опять же, питание. Там внутри залит термоклей для более-менее герметичности, чтобы провода прочнее держались. И два провода выходят. Один провод у нас идет. Сейчас я его покажу. Этот вот провод идет у нас на... Ручку газа, компьютер и все остальное. Это авиационный разъем на 10 пинов. Вот так вот, соответственно, выглядит то, что идет от руля. Тоже здесь внутри термоклей. И вся куча проводов, которая здесь была первоначально хамутиками. Такую обмотку замотана теперь. Все очень красиво, аккуратно. Проводов минимум. Так. И то же самое. Второй разъем у нас идет на мотор. От мотора у нас выходит тоже... Здесь вот 6 проводов, но было изначально 10. Лишние выдернули. Здесь 6 проводов, потому что 5 на датчике холла, а один еще на какой-то там контроллер, который наш электрик занимался. Так вот прилично, красиво выглядит теперь и контроллер. И все вот эти вот провода, которые раньше были просто огромным пучком на непонятных разъемах. В полуупакованном виде в сумку. В сумку, к сожалению, не подходит. Все-таки для целей таких нормально, красиво. Главное аккуратно и более-менее герметично. Нет вот этой кучи проводов. Здесь 36 километров поехал распед. Приехал на дальнейшую работу, скажем так. Катается он по такой грязи каждый день по нескольку раз. Стерлись уже немножко колодки. Пришлось переставлять вообще все. То есть в чем прикол? Изнутри стоит прижимной винт, который внутреннюю колодку двигает. Поскольку здесь зазора нет вообще между мотором и машинкой, я не могу винтом регулировать никак внутреннюю колодку. Поэтому приходится снимать колодку, подкручивать винт, ставить обратно и все это регулировать. И это я сделал за сегодня уже 10 раз, пока не нашел нужный зазор. Сейчас я попробую продемонстрировать. Полное отсутствие зазора практически. Всего там нет. Ни с одной стороны, ни с другой стороны. Вот. В принципе колесо крутится беззвучно, но на больших скоростях кое-где ротор чуть-чуть подчеркивает. А иногда не подчеркивает. Вот. Подраздела часа два. Настроил тормоз. Все отрегулировал. Но вот так вот все это грязно. Посмотрим, сколько в таком режиме прослужит велосипед. Вопрос о качестве Шамана и езды в плохую погоду. Вот. Две недели эксплуатации. То есть педали клиент крутит. Но, конечно, ничего не смазывает, потому что бесполезно. Такой изготовил натяжитель переднего переключателя. Чтобы цепь ровно стояла. Началась сборка бокса под этот велосипед. Все красиво нарезали на лазерные резки. Проварили, закрепили. Жесткость еще очень хорошая. Но, к сожалению, подогнали размеры очень четко. Практически миллиметр в миллиметр. Хотя, конечно, вот здесь вот зазорчик есть небольшой. Потому что угол не 90 градусов. И вот эта нижняя труба, она идет не прямо, а немножко такой дугой. И ошиблись буквально на пару миллиметров. Очень туго он зашел. И вот эта вот внутренняя часть слегка смялась. Поэтому некоторые отверстия, к сожалению, не попадают. Но они вообще излишние. Но стенка притянулась. Такой пробный у нас бокс. То есть надо делать любую коробку меньше по размеру, хотя бы по 5 миллиметров с каждой стороны. Чтобы она свободно заходила в корпус рамы. Чтобы не было вот такого вот зазора вот здесь. Если здесь не 90 градусов. В общем, стенка прикрутилась. Делаю я это на винтовые заклепки. Здесь остается щель за счет шляпки и за счет вот этой сварки. Эта щель будет завиваться герметиком. И корпус будет полностью герметичный. Под провода пока вот такой вариант. То есть просто отверстие. Сюда заходит провод. Соответственно, дырочка будет тоже очень большая. Тоже будем ее герметизировать пока что герметиком. Потом в дальнейшем, видимо, будем придумывать уже вот такие же гермовыходы. И заранее их припаивать на все разъемы. И здесь также достаточно большое отверстие. Пока все это на герметик. Снаружи заклепки выглядят вот таким вот образом. Шляпка толщит как раз на ту толщину, в которой у нее будет герметик нужен. Так, маркировка листа алюминиевого АМГ 2М. Толщина 2 миллиметра ровная. Жесткость очень хорошая. То есть не руками, не аккумулятором. Этот корпус будет никак не повредить. Стенка тоже стоит очень жестко. Если это все снаружи потом покрасить или обклеить пленкой, будет вообще красиво. По габаритам у нас замечательно сюда поместился аккумулятор. Контроллер. И очень много свободного места. И теперь надо придумать. Либо пеной все это пропенить. Все пустоты, чтобы он жестко держался. Либо какие-то поролоновые подложки или из пеноплекса подложки, чтобы все это внутри не болталось. Пока не знаю, как это будет. Предфинишная сборка. Вот эти два винта у нас совпали. Шляпки вот такие прикольные получаются. Дальше пошло очень большое смещение. Пока собрал длинные винты с обычными шляпками. Видно, да, как смещается дырочка. Отверстие, точнее, за счет мягкости алюминия, все-таки удается притянуть крышку. Хотя смещение на самом деле больше, чем вот так вот. Куплю нормальные длинные винты. Все это соберу. Отверстия под проводку такие большие. Надо их будет запенивать или герметиком замазывать. И с этой стороны тоже очень огромное отверстие. Надо, конечно, отвод герметичный. Но пока это пробный вариант недорогого корпуса. Потому что по труду, затратам, по цене материалов здесь очень дорого получится, если делать хорошо и красиво. Экспорт будет эксплуатироваться зимой, как транспортное средство вместо машины. Такой вот утеплитель. Толщина у него 3 мм, но как бы до миллиметра он сжимается. Примерно 10 слоев с каждой стороны, сверху, снизу. Все это замотано скотчем. Теперь аккумулятор очень плотно сел. Вообще не болтается. Сейчас он еще этой крышкой туда зажмется и вообще никуда не денется. И все очень плотно у нас запечатывается внутрь корпуса. Останется только дырки загерметизировать. Сейчас зарядку, наверное, вот отсюда как-то выведу. Пока не знаю, как получится. Вот, почти все готово. Немножко приподнял за счет толщины ключа корпус вверх. Запенил. И она высохнет. И не будет аккумулятор болтаться внутри корпуса. Соответственно, все это очень прижато, скажем так, вертикально вверх. Ничего не болтается. Разъем питания таким вот образом вывел. К сожалению, дырочка у меня великовата. Потому что я туда и обратно разъемом вставляю. Поэтому сейчас, наверное, тоже либо запеню, либо буду искать какую-то гайку, подходящую по размеру. Завтра запеню, соответственно, с той стороны. Пена застыла, подрезал. Нанес герметик. Он должен быть прозрачный. Скорее всего, если когда высохнет, будет прозрачный. Сейчас крышку пролеплю. И будет у нас герметичный бокс. Вот такой вот вариант корпуса. В дешевом исполнении. Герметик. Щель примерно миллиметр. На толщину выступающей части вот той вот резьбовой гайки. Заклепочной гайки. Так вот все получилось. И с другой стороны бокса контроллер прижат вплотную к потолку. Болтаться ничего не будет. Пена заполнила все пустоты. Вынуть ее тоже можно будет потом легко. Спокойно отковырять. Ну и все отверстия тоже подпенены. Потом снаружи я их буду герметиком промазывать. И вот эти вот винты тоже снаружи намажу герметиком, чтобы влага внутрь не попадала. На герметичном корпусе полностью делать нельзя. Все равно дышать должен, нагревается, остывает. Поэтому вот здесь вот, внизу, где были бутылка держателя, здесь два отверстия останется незамазанными. Вода через них, наверное, попадать не будет, но какая-то вентиляция небольшая будет. Посмотрим, сколько прослужит корпус в таком исполнении. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ